Всем привет! Это YouTube канал Аксель Франк, Австрия Каринтия, озеро Оссиахер Зе. У нас тут лебеди и у лебедей есть бассейн. Я, пробивая тут лед, умудрился упустить лом. Что же произошло? Некоторое время назад было так. Никакого бассейна не было. Я бросал корм на лед. Птенцы едят с аппетитом, но у них не было воды прямо в столовой. Поэтому я решил проделать им лунку. У них была лунка, я ее постепенно поддерживал и расширял. И вот как-то одним прекрасным утром я ломом долбанул, пробил и лом ушел на дно. Вот, там на ступеньках лежит лом. Папа пошел нас прогонять, чтобы никто из молодежи не сметить. Даже не смейте в бассейн. Это другая тема. Короче, пока был лед, естественно достать лом было никак не возможно. Вот, а теперь, вот тут растаяло. Но, по ступенькам спуститься я не могу. Слишком глубоко, это надо какой-то костюм ОЗК надевать. Даже в сапогах, даже в ботфортах вообще ничего не получится. Вода градуса 3. То есть, просто зайти там, окунуться, достать, ну тоже, как вы сами понимаете. Да, красивый, красивый, красивый. Как вы понимаете, нельзя. Поэтому, тут надо технически. Вот сейчас начнем технически. Что я сделал? Ну, так, это у нас котик Арчик тут. Ну, во-первых, палка. Вот две такие палки от швабр, от метелок. Одной не хватает. Я проверил длину, одной не хватало. А вот двух вполне хватит. Вот. Вот если я сюда спущусь, видите, вот она достает, достает. Вот. Соответственно, как будем действовать дальше? Тут надо технически. А технически это надо соорудить петлю. Вот на конце палки есть такое отверстие. О, дырка есть. Есть у меня веревка. Вот сейчас я сооружу петлю. Петля готова. Значит, какой план? План, надеть петлю там на лом. А потом повращать, некоторое количество раз повращать эту палку, чтобы петля затянулась там. Плотно охватила лом. Там на конце лома есть такой набалдашник, так что не соскочит. А потом брать и тянуть. А вот лебеди тоже заинтересовались. Коты там сзади сейчас подтянутся. Ладно, в общем, я сейчас попытаюсь зацепить петлю. Как видите, петлю зацепил. Теперь вращаем, 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 вращаем. Вращаем, вращаем. Так, неудобно одновременно и снимать. Надо было на штатив поставить, наверное. Тянем, потянем, вытянуть не можем, еще надо затягивать. Так. Опа. Немножко приподнял, но он раскрутился и опять лежит. Ладно, одновременно снимать и не получается. Отложил камеру и стал работать двумя руками. Достал. Вот у меня такой великолепный лом. Лебедь смотрит, да, говорит, ломы тут не нужны. Великолепно, это даже не совсем лом, это такой снаряд. Очень мощный, кстати, он не дешевый. Но сработало. Лом был возвращен в хозяйство. Я его отнес, поставил в гараж до следующего сезона. В этом году, надеюсь, ломом больше орудовать не придется. Предстоит пару роликов, анонс на канале будет. В общем, такая жизнь в бассейне. К сегодняшнему дню, видите, вот там проходит такое трещина есть. Вот эта трещина уже расширилась. Она стала шириной где-то около метра. Соответственно, там вода и она соединилась с бассейном. И сейчас у лебедей прекрасная возможность. Они то в бассейне поплавают, потом выплывут в этот проток, в этот ручей. И по нему он длиной где-то около 150 метров. То есть, у них и променад как бы есть, поплавать на променаде и посидеть в бассейне. При этом там происходят всякие стычки, мелкие скандалы, как это им и полагается. Ссылки я буду давать. Эти видео будут размещены на релакс канале. Может быть, что-то размещу здесь. А здесь я так по реакции зрителей вижу, к лебедям относятся хорошо. Поэтому здесь лебедей размещать буду тоже. На этом все. Подписывайтесь на канал. Поставьте лайк, если понравилось. И пока-пока.